По призыву общественности, ямальцы формируют новую народную программу. Будки гласности, право голоса уже добрались в самые дальние уголки ямальской тундры. Дмитрий Кобылкин инициатива общественности поддерживает. Это хорошая возможность сверить планы власти с надеждами населения. Может быть, сегодня какие-то изменения нужно будет внести. Может быть, вы скажете, Дмитрий Кобылкин, надо вот здесь немножко нам приостановиться, а вот в чем-то навалиться и двигаться дальше. Запросы разные. Строительство дорог, проблемы коренных и экологическая безопасность. При Урале, края хрустальных рек и свежих ветров, решают, как сохранить это чудо. В Лабытнангах идут на эксперимент и заливают размытый ливнями песчаный откос криогелем. Сибирские ученые утверждают, инновационный продукт поможет выжить в суровом ямальском климате даже южным растениям. О том, может ли криогель претендовать на включение в народную программу, спорят за круглым столом. Лично я считаю, что плюсов здесь больше, иначе бы я не занимался этим проектом. Во-первых, я хочу сказать, что криогели, еще раз подчеркну, они используются свыше 20 лет во всех отраслях промышленности. И пока что, кроме пользы, они ничего не принесли. На Ямале криогелем покрыли четыре пилотные площадки в Салихарде, Новом Уренгое, Ноябрьском и Ямальском лесничестве. Несмотря на хорошие результаты в Монголии и Читинской области, присутствующих гложет червь сомнения. Экология на Ямале вещь хрупкая и ошибок не прощает. Конечно же, нужно скептически относиться, особенно к тем вещам, последствия которых мы, во-первых, сегодня не можем предугадать, а во-вторых, мы не сможем эти последствия ликвидировать. То есть, если мы сегодня говорим про масштабную рекультивацию, про карьеры, которых у нас многие тысячи, про благоустройство городов, понятно, оно здесь рядом, мы там всем миром справимся, но то, что происходит в Тундре, оно, конечно же, требует очень такого взвешенного решения. Вот и наука советует от эксперимента не отказываться, но не торопиться. По крайней мере, ближайшие пять лет. Криогель должен пройти испытания разными зимами – теплыми и холодными, пережить ветра и снегопады, причем сразу на нескольких экспериментальных площадках. Минимум, который должен пройти – это пять лет. Причем, скорее всего, длительность должна быть дифференцирована между травянистыми и древесными растениями, и кустарниками. Нужно сдавать себя отчет никакими миллиардными бюджетами, вы результаты не получите раньше пяти лет. Говорить о том, что эксперимент станет программой, пока рано. Но мир движется вперед и заставляет искать новые пути решения проблем. Если пойдет само биоразнообразие, мы можем сюда подвезти какие-то растения, которые растут в средней полосе, никогда у нас не росли, это будет здорово, на мой взгляд. Если мы сюда подтянем какие-то, я не знаю, вплоть до фруктовых каких-то деревьев, тоже замечательно, здорово. И тут-то, на мой взгляд, надо просто не переусердствовать, просто надо поэтапно смотреть и идти. Активисты права голоса, как и обещали, внимательно относятся ко всем поступившим инициативам. К работе над проблемами они привлекают экспертов, ученых, представителей власти. Вместе они просчитывают возможные риски и затраты бюджета. Когда этот эксперимент уже подойдет к какому-то своему логическому завершению, когда мы посмотрим, прижились ли деревья или не прижились, я сейчас имею в виду использование криогеля именно с точки зрения озеленения, тогда, наверное, мы будем смотреть, есть ли смысл здесь организовать производство такое, или нет. И вот тогда уже будем считать все до копейки. Разработчик уверяет, о выгоде речь не идет. Говорить о коммерческом интересе на инновационный продукт в России пока сложно. Запрос на инновации формируется недостаточно интенсивно, как на уровне власти и бизнеса, так в целом и общества. Хотя с последним можно поспорить. Этот круглый стол – исключительно общественная инициатива. Северан. Спасибо.